День добрый, дорогие друзья, в эфире программа «Семейный доктор». Я приветствую вас в студии, как всегда, Анатолий Алексеев. Начиная сегодняшнюю передачу, я хотел бы сказать, что сегодняшнюю я постараюсь проследить за временем как надо, чтобы наши 15 минут с вами в конце передачи обязательно оставались. Я сегодня хотел бы поговорить о трёх процедурах, которые, я считаю, нужно обязательно включать в первую часть программы, то есть тогда, когда вы начинаете её. Это горячее грудное обёртывание, это ручные ванны и это обмазывание. Чрезвычайно важные процедуры, которые позволяют нам регулировать много-много чего. Но об этом мы поговорим сегодня с вами в конце передачи. А вопросы по поводу того, как начинать, что включать и всё, это всё-таки вопросы больше, наверное, для людей, которые только-только начинают заниматься этой программой. Я ещё раз повторяю, наверное, мы должны с вами немножко консолидироваться, и в первую очередь, конечно, я, с тем, чтобы самые главные вещи какие-то не упустить из того цикла, который мы с вами, ну, формируем на протяжении довольно долгого времени. Я имею в виду саму программу, на что обращать внимание, как и почему. Ещё раз напоминаю, что я недаром перешёл на такие конкретные приёмы оздоровления, принципы оздоровления и реабилитации собственного организма. Всего того, что, ну, 95% людей после 35 лет практически уже хронические больные, поэтому надо как-то вообще в этом мире выживать и не накапливать себе эти букеты, это первое. И второе, надо как-то выходить из этой ситуации и учиться управлять ею. Вот это самое главное. И это первое. И второе. Знаете, как-то у всех застряло в голове, у вас, я имею в виду телезрителей, то, что вот необходимы там кара ивы, солянка холмовая, там, скажем, петрушка, корень лопуха и так далее, и так далее. Разные вот такие вот добавочки. Их можно было назвать пищевыми добавочками. Но вы понимаете, какая вещь? Дело в том, что не они решают дело. Не они. Они помогают, да, помогают выстоять. Да, твёрдо могу сказать на этот счёт. Вот. И те рецепты там приготовления, скажем, некоего блюда для того, чтобы потихонечку начать включать в работу желудочно-кишечный тракт и прочее, я, безусловно, говорю, но не это главное. Главное другое. Главное, как заставить нормально функционировать наш собственный организм. Не заставить, а помочь ему вернуться к нормальной физиологии. Вот об этом идёт, будет идти речь. Ну, а сейчас, как всегда, звонки. Алло, я слушаю. Алло. Хорошо. Алло. Алло. Да, да. Добрый день, Анатолий Юрьевич. Добрый день. Звоню из Башкирии. Да. Мне 60 лет. Расима Фагмановна. Расима? Фагмановна. Да, слушай, Расима Фагмановна. Анатолий Юрьевич, я недавно начала смотреть вашу программу, потому что в сельской местности, программу вот сейчас только узнала, но я многое поняла, солянку холмовую начала пить. То, что я уловила, и результат у меня постоянно альта, альта, высокие были показатели, нормализовалось. Анатолий Юрьевич, у меня вопросов очень много накапилось, поскольку я последовательно... Я знаю, вот пила я солянку холмовую, петрушку пила, так, насчет кары ивы. Там написано, если проблемы с запорами, не рекомендуется, и вот как мне будет. Вы знаете, какая штука. Я вам советую, этим рекомендациям имеет смысл пользоваться, обращать на них внимание. Я бы сказал так. И я прошу это ко всем. Я прошу обращать обязательно внимание на те предупреждения, которые есть. Ну, на солянке холмовой, насколько я помню, ничего, кроме того, если вдруг там аллергическая реакция. Нет, нет. Но я никогда в жизни не встречал людей, у которых возникала бы после солянки холмовой аллергическая реакция. Я такого не помню. А вот что касается кары ивы, что касается отвары корня лопха, что касается петрушки, там эти предупреждения есть. Обращайте на них внимание. И я вас прошу, тогда, когда вы начинаете программу, обязательно эти предупреждения учитывайте. Я сейчас, Расима Фагмановна, я сейчас сознательно это говорю по одной простой причине. Ведь у большинства нет возможности дозвониться сюда на канал, спросить, можно или нельзя. Понимаете? Поэтому я прошу обращать на это внимание. Кора ивы, почему, вот скажем, в вашей ситуации сразу кору ивы использовать не нужно. Не то, что нельзя. Вот такого я сказать не могу. Можно. Но лучше бы с ней поосторожнить, потому что вот такое вот разжижающее действие коры ивы на нашу кровь объясняется присутствием в составе коры ивы довольно высокого процента, где-то порядка больше, чем 40% солей аспирина. Понимаете? А ацетилсалитиловые соли или вот продукты, содержащие ацетилсалитилаты, они довольно так жёстко действуют по отношению к слизистой желудочно-кишечному тракту. Особенно тогда, когда у человека много лет запоры. Это значит, если у человека и были запоры много лет особенно, надо ждать, что у него есть достаточно давние и уже укоренившиеся эрозии по желудочно-кишечному тракту. Понимаете? То есть эрозия – это значит воспалительные процессы, которые так не останавливаются, они так и продолжаются по жизни человека. В силу этого нарушается перисталька, в силу наличия этих воспалительных процессов нарушается процесс продвижения пищевого комка, расщепления пищевого комка, который мы с вами, пища, которую мы съедаем с вами, усвоение продуктов этого расщепления. То есть всё, что нужно по норме, физиологической норме нашего желудочно-кишечного тракта, к сожалению, оказывается нарушенными. И тогда вот, когда в эту ситуацию падает ещё, попадает и аспирин, то естественно, что эта ситуация может усугубиться. Поэтому лучше всего поступать так. Если вы увидели такое предупреждение, вы начали принимать что-то, скажем, солянку Холмовой, она первая, что нам нужно. Понимаете? По сути. Да? А, так сказать, начало приёма коры Ивы там отодвинут на 2-3 недели. А через 3 недели подключить уже к солянке Холмовой кору Ивы. Понятно? Понятно. Это всё просто, да. И дальше же я должна пить сорбенты. Да. А с активированным углём же точно так же, да? Вот с активированным углём вы должны быть очень аккуратны. Очень аккуратны. В силу того же вы помните, что у вас были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Да? С проблемой эвакуации, запоры. Раз это так, то мы должны все знать, что, скажем, активированный уголь – это точно совершенно сорбент, который может вызвать остановку в желудочно-кишечном тракте. Запор. Понимаете? Он достаточно жёсткий. И поэтому его при больном желудочно-кишечном тракте, особенно при запорах, активированным углем лучше не пользоваться. Самые лучшие сорбенты в этой ситуации – либо энтеросгель, который, ну, раза в 2 или в 3 более щадяще действует на желудочно-кишечный тракт. И смекта – она ещё мягче по отношению к желудочно-кишечному тракту, по отношению к тем эрозиям, опять я подчеркиваю, которые у него могут быть. Активированный уголь может вызвать, там, скажем, после даже 1-2 дней приёма активированного угля, при вот такой ситуации в желудочно-кишечном тракте, может вызвать даже такой достаточно активный болевой синдром. Поэтому лучше найти какие-то другие. Они есть. У меня есть гель или смекта, сколько мне пить? Значит, есть норма, есть определённая норма. Скажите, пожалуйста, у вас вес какой? Вот у меня рост метр шестьдесят, а вес пятьдесят килограмм только. Ну, так сказать, у вас очень хороший килограммчик и два-три бы прибавить, конечно, но соотношение неплохое. Неплохое. Значит, сорбенты в вашей ситуации нужно принимать не более, ну, пять дней более, чем достаточно. Пять дней вы принимаете три раза в день сорбент, три раза. И обязательно семь-десять дней перерыв. Обязательно. Понимаете? Потому что, вот кроме того, что у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, ещё какие проблемы есть? У целый букет, если сказать, у меня ИБС, кинокардия, гипертония. Гипертония. Так. Вот. Вот на всех вопросах. Я не слышу. Показа и с грыжей в поясничном отделе. Ну, понятно, позвоночник. Так, ещё что? Ещё что? ИБС. Ну, артрит, то ли. Секундочку. ИБС, стенокардия, да? Да, гипертония. Гипертония. Дальше. Протрузии и грыжи по позвоночнику, правильно? Да, да, да. Так, ещё что? Ну, гифузные изменения есть в поджелудочной... В поджелудочной железе и в печени, понятно. Разбольной кишечник, обязательно будут такие изменения. Ну, да, гастродуаденид. Гастродуаденид. Рефлюкс и эзофагит. Понятно. Гастроптоз у меня второй степени. Гастроптоз и опущение кишечника? Желудка, сказали. Ага, опущение, так, понятно, да. И желчный пузырь удалён. Понятно. Вот, значит, смотрите, пожалуйста. Ну, вот ещё самое главное то, что вот сколько бы я лекарства по сосудистой, по сердечной не принимала бы, у меня их влияния нет. Вот. Эти нестероидные тоже у меня боль не снимают. Лекарства на меня не действуют уже. Не стероиды? Ну, понятно. Но вы принимаете лекарства уже лет 20. Нет. Я так вот в 11-м году, я, в общем, на пенсию вышла, и у меня вот такая, и давление, все болячки вылезли, и ещё депрессионное состояние у меня вот. Я понимаю, да. Расима Фагмановна, скажите, пожалуйста, а вы начали принимать нестероидные противовоспалительные по поводу ваших суставов? Да, но я их, раз влияния нету, не принимаю вообще. Я вот хондролон, такие препараты, а флутоп, курсами делаю. Это вам кто назначил? Врач. Очень хорошо. Значит, вы, в общем, по идее, находитесь под наблюдением врача. Да. Кардио препараты у вас назначены? Кардио препараты я вот в Канкорпе пила. Я понимаю, да, они назначены, и вы их используете. И использую. Ещё вот у меня такая ситуация. Если врач, вот 5 миллиграммов, допустим, одну таблетку предлагает мне врач, если я его так выпью, у меня уже пульс совсем теряется. Я пью только эти лекарства, одну четвёртую. Я понимаю, да. Это вы, вы следуете указаниям врача. Ну и правильно, понимаете, потому что я-то вам, я ведь вашего состояния не знаю. Да, да. Понимаете, мне пришлось, извините, пожалуйста, для того, чтобы понять вообще, сколько проблем, пришлось из вас вытаскивать это. Понимаете, вы же звоните всегда по одной, одно что-то вас мучает, а всё остальное как бы не в расчёт. Вот, в общем, вся штука-то. Значит, Росима Фагмановна, тут надо поступать вот каким образом. Сорбент вы должны принимать 5 дней подряд, обязательно, и 7-10 дней перерыв. Чем сорбенты эти надо принимать? Не менее, чем 3-5 раз, 3-5 циклов по 5 дней. Понятно? Вот это вот обязательно. Я записываю, да, понятно? Да, понятно. Значит, на кору ивы, пожалуйста, начинайте принимать недели через 3, не раньше, не раньше. После того, как вы начали программу, да, вода всё время, это само собой. Вы отрегулировали режим питания? Да. Замечательно. Значит, пожалуйста, вот этот составчик, который я говорил в прошлой передаче, называл, я напомню, это отруби, льняной, лимонный сок, льняное масло и мёд. Я это тоже делаю. Очень хорошо. Два раза в день вы должны съедать. Угу. Обязательно. Значит, соответственно, режим питания у вас такой, 200 грамм не обязательно для вас, а можно грамм 300 за одну еду, да? Да. Пища должна быть разнообразной. Пожалуйста, не забывайте о масле. И я обязательно бы попросил вас ввести в ваш рацион рыбий жир. Рыбий жир в капсулах пью? Пожалуйста. Так, замечательно. Значит, через три недели вы обязательно должны подключить к своему режиму, обязательно подключить кору ивы два-три раза в день по одной трети стакана. Три раза в день по одной трети стакана. Я думаю, что вам доктор Навинникан назначил либо кардиомагнил, либо ещё что-нибудь кроворазжижающее. Да. Но если назначено, пожалуйста, кору ивы один раз, и немножко сократить препарат, разжижающий кровь. От него надо уйти и перейти на целиком на кору ивы. Понятно? Понятно. Значит, и обязательно через три недели, не раньше, после того, как вы пройдёте первые пять дней сорбентов, которые вы начнёте не раньше, чем через две недели, то есть за неделю до того, как вы подключите кору ивы. Понятно? Да. Первый курс сорбентов, вот когда вы его пройдёте и начнёте кору ивы, вот после этого надо дополнительно ввести ваш режим. Обмазывание скипидарными эмульсиями. Я сегодня об этом буду говорить, поэтому я сейчас позволю себе на этом не останавливаться. Обмазывание, ручные ванны и горячие грудные обёртывания. Значит, распределить надо это дело так. Первая процедура у вас в один день делается. Обмазывание плюс горячие грудные обёртывания. Вся процедура будет занимать буквально сорок минут с отдыхом. И на следующий день ручные ванны. Понятно? Горячие ручные ванны. Теперь скажите мне, пожалуйста, а вот лучше тоже с скипидарными эмульсиями? Ну, я сегодня буду говорить об этом. Но я бы хотел только вот ещё выяснить у вас. Скажите, пожалуйста, ноги болят, кроме суставов? Вот икроножные мышцы. Болят. Болят? Вены выползли? Нет, пока не выползли. И можно делать одновременно и ручные, и горячие ванны. Это важно. Вот я насчёт обёртывания не знаю его, как делать. Я сегодня скажу об этом. У меня ещё проблема в том, что у нас в сельской местности ванны нет. Я понимаю, да. Но ванны-то, про ванны-то я не говорю. Ванны ручные или ножные можно делать в тазике. Понятно. Баня есть? Есть, есть. Ну и замечательно. В предбанечке очень даже хорошо. Понятно? Понятно. Придётся просто почаще топить баньку. Ну, это не проблема, конечно. Вот кору, солянку холмовую я уже второй этап начала пить. Это можно? Можно. Можно, да? Конечно. А когда вот солянку холмовую пить, петрушку тоже вместе можно, да? Вы знаете что, петрушку пока приостановите. Хотя петрушку... Нет, нет, оставьте, оставьте петрушку, оставьте. С учётом вашей гипертонии. Там наверняка есть проблемы и с почками. Такие, они могут не диагностироваться, но почки всегда в напряжении у гипертоников. Потому что гипертония бывает почечная форма отдельно, да? И не почечная форма. Но, к сожалению, великому тогда, когда у человека долгое время существует вот такое вот гипертоническое состояние, да? Живёт долгое время с гипертонией, то у него всегда, к сожалению, оказывается под ударом и почки. Поэтому петрушку оставьте, можете продолжать. Петрушку я правильно пью. Завариваю на стакан одну столовую ложку. И пью два раза в день. Да? Только смотрите, завариваете сухую или свежую? Пока свежая была, но... Понятно. Сухую будете заваривать одну чайную ложку. На одну чайную ложку. Да. До еды, да? Лучше вообще между едой. Между едой. Да, минут через 30-40 после еды. Вот так. Понимаете? Потому что она вот как такой вот детоксикационный момент, то есть очищающий момент, она очень-очень неплоха. Особенно для почек. А вот когда я подключу кору ивы, солянку холмовую мне продолжать? Да. Солянку холмовую можно продолжать до трёх месяцев. До трёх месяцев без перерыва? Да. Без перерыва. А вот после этого обязательно сделать перерыв. Перерыв сделать? Да. Кору ивы месяц и обязательно перерыв. А вот насчёт этих грыж, они, их уже без операции нельзя удалить, да? Вы знаете, какая вещь. Вы с операциями, пожалуйста, не торопитесь, потому что, ну, кто может предугадать результаты оперативного вмешательства, особенно позвоночники. Да. Вы знаете, я считаю, что на операции надо идти в крайнем случае, в крайнем случае. Ну, они у меня маленькие сказали, пока нет. Ну, это, пожалуйста, не надо дёргаться по этому поводу. Просто вы наверняка ведь едите творог. Да. Едите там с льняным маслом, то, что я говорил. Да. Да. Это очень хорошо, потому что это усвоение, улучшение усвоения кальция, соответственно, начинается ремонт. Нам нужно будет для того, чтобы серьёзно изменилось состояние позвоночника ваших суставов и ваших костей вообще, нам нужно с вами подключать скипидарные ванны. Но пока рановато, ваше сердце не очень готово к этому, понятно? Угу. Попозднее надо. Да. Ну, вот у нас скипидарные, скипидарные, это вот как, где достать, я не знаю, у нас только скипар. Ну, понятно, но что делать, если нет ничего, можно попробовать с скипаром, только очень аккуратно. Угу. Хорошо. Так, ещё. Да, у меня ещё плюс это, глазное давление вот высокое. Значит, Розимов, простите. Фагмановна. Фагмановна, вы знаете, у меня к вам есть вот какая вещь. Вот всё, что касается той проблемы, той проблемы, той проблемы, той проблемы, той проблемы, той проблемы, той, которые существуют одновременно. Понимаете? Угу. Как вы полагаете, у меня вопрос к вам. Как вы полагаете, вот как можно все эти вот 10 проблем, чем каждый из них имеет свою картинку, свою диагностику, своё всё, как можно их одновременно лечить? Чем? Объясните мне. Нет, вот они... Объясните мне. Вот это лечение вот не повлияет? Нету лечения, мы не занимаемся. Я не занимаюсь лечением. Смешно. Лечить за тысячу километров, понимаете? Нет, нет. Вот... Вот что. Понимаете, какая вещь? Наша проблема... Сейчас, секунду, секунду, сейчас вы всё сразу... У меня остаётся 20 секунд до перерыва. Именно поэтому я это, так сказать, тороплюсь. Смотрите, пожалуйста. У вас есть 5 проблем, как минимум. Гипоксия, да? Гипоморфизм или гипоэнергизм, гипотрофика. У вас есть 5 проблем, которые надо решать. И решать их можно только одно – регулируя ваше состояние. Вот...